Добрый вечер. Самый русский анекдот из всех возможных. Колхозное собрание. Председатель выходит и говорит, товарищи, завтра всех вас будем вешать. Вопросы есть? Рука из зала. Т.е. председатель, а веревку с собой приносить или будут казенную выдавать? Анекдот совершенно не смешной, на самом деле абсолютно жизненный. И об отношении власти к нам, и о русском характере. И вот на этот вопрос приносить ли наказать с собой веревку, он ответа редко когда удостаивался. По большому счету, мало кто рисковал на него ответить. Хотя по действиям власти понятно, что она бы предпочла, во-первых, чтобы веревку мы принесли из дома, во-вторых, для того, чтобы привести несуществующие приговоры в исполнение. Уж очень много делается такого удивительного в отношении нас, живущих в этой стране, что граничит, с одной стороны, с изменой родины, на мой субъективный взгляд, а с другой стороны, вот как раз очень похоже на этот комплекс мероприятий. Но власть, она по сей пору уклоняется от прямого ответа на вопрос, приходить ли наказать с веревкой, потому что она до сих пор еще в открытую не декларировала стремление всех перевешать. Ну, нет такого стремления. Есть определенные экономические трудности, а также стратегический путь развития страны, в результате которого ЖКХ на 400% подскочило, о чем говорить нельзя. Заводы передохли в стране, всего 1200 осталось. Ну, а что у нас происходит в отношении с водителем, мы и так с вами знаем, поскольку количество поборов, она растет просто в геометрической прогрессии. И Государственная Дума занимается только одним вопросом. Она не занимается вопросом бюджета. Мы понятия не имеем, что у нас в бюджете. Мы понятия не имеем, сколько денег, куда у нас тратится. Они не занимаются вопросами экономики. Они не занимаются вопросами социальной сферы. В принципе, они занимаются только тем, что с утра до ночи мордуют водителей. Но единственная структура, которая дала честный ответ на вопрос, приходит ли со своей веревкой, как ни странно, оказалась РСА. Российский союз автостраховщиков. Это специальный орган, который сидит сверху пирамиды и надзирает за движением финансов, полученных в результате ОСАГО. В прошлом году, в 2012, с нас с вами в одностороннем порядке взыскали косвенного налога на 121 миллиард рублей, а отдали нам 62 миллиарда. То есть половина – это чистая прибыль. И это дает основание страховщикам утверждать, что живут они плохо, они очень любят созерцать себя поставленными в общий ряд с нищими бюджетниками. Вот у нас вызывает всеобщее страдание и сострадание, соответственно, положение учителей, врачей и страховщиков. И там же еще нефтяники стоят. Вот эти сироты, несчастные, обездоленные, денег нету, бизнес на грани разорения. Слушайте, а кто вам формировал страховой портфель таким образом, что вы все деньги ссунули только в один вид страхования по ОСАГО? А, так у вас, оказывается, 80% страховых компаний этого рынка, этого вида услуг были созданы специально для того, чтобы грабить народа. А, простите, для того, чтобы предлагать нам ОСАГО. Так вот откуда. То есть это ваши проблемы, да? А, соответственно, у нас есть в этой связи еще большие проблемы. Ну, вы знаете, как развивается вот этот сценарий разборки, когда страховые компании, раньше они занимались этим ежегодно, они высоко художественно выли на тему «у нас бизнес убыточный, у нас некоторые регионы уходят в серьезный минус, нам для этого нужно поднять либо базовый тариф, либо увеличить коэффициенты». И вот особая такая пикантная подлость этих коэффициентов была в том, что они поднимались в тех регионах нигде «высокая аварийность», и, соответственно, где страшнее жить и тяжелее страховаться. Нет, а там, где меньше содрались людей. Вот там, где меньше содрали, где меньше наловили с очком клиентов, вот там, знаете ли, бизнес у нас убыточный. А не там, где мы больше бьемся, не там, где нам нужна страховая и правовая защита от страховых компаний. Страховые компании – это ведь одно из самых серьезных разочарований в нашем обществе. Мы от ОСАГО ждали, что это будет такая буферная подушка, и нам, собственно, предлагали поверить в сказку. Мы обязательно вас всех застрахуем в пользу неведомых третьих лиц, но зато вы будете жить спокойнее. Мы стали жить спокойнее. Что мы получили взамен, кроме головной боли и нервотрепки? Мы получили возмещение? Нет. Мы получили издевательство? Да. Мы получили глумление? Да. Мы получили деньги? Нет. Мы не получили. И в результате ведь, обратите внимание, сколько регионов уже, в принципе, да плюнуло просто. И на эту власть, и в том числе на это ОСАГО с страховщиками. У нас же есть земли за пределами МКАДа, где люди на машинах ездят без номеров, без этого нелепого государственного техосмотра, без этого никчемной ОСАГО, и дорожный налог они тоже не платят. Плевали они на все, на эту, а потому что достали уже. Так вот, к разговору о веревке. РСА дало ответ на этот вопрос. Она сказала, да, вешать мы вас будем за ваш счет. Пожалуйста, веревку приносите. Кстати, на ваши деньги мы сейчас построим виселицу, а потом за ваши деньги мы еще пролобируем тот самый приговор, по которому вас вешаем. На самом деле выглядит эта картина следующим образом. Вот сейчас, когда пошел разговор со стороны Минфина о том, что увеличивать базовый тариф не имеет смысла, ну так уж и быть на 25%, можно рассмотреть, но страховое возмещение, сумма должна быть увеличена до 400 тысяч, вот тут-то начались эти высокохудожественные вопли из серии «А-а-а, грабят!» То есть вору-вору дубинку украл. Страховые компании начали выть на все голоса о том, что «Да вообще с рынка уйдем!» Докатитесь вы с нашего рынка. Да чтоб вы все разорились. Идите вы лесом и занимайтесь там лесоповалом. И не надо заниматься страхованием нас в обязательном порядке. Но вот эти высокохудожественные вопли, они в бюджете РСА укладывались в сумму 1 миллиона рублей на проведение пиар-компаний. Ну, чтобы объяснить, что грабеж, в смысле оказание страховых услуг населению, оно необходимо. Ну, естественно, не население, а страховым компаниям. И вообще мы очень приличные ребята, посмотрите, мы же бандиты в галстуках, мы же интеллектуальные лица, занимающиеся оказанием вам страховых, не подумайте, что услуг. Потому что из-под действия закона о защите прав потребителей они себя сейчас пытаются вывести. То есть это не услуга, это грабеж. Именно поэтому не должно распространяться действия закона о защите прав потребителей в связи с тем, что как только Верховный суд указал на то, что должны эти действия квалифицироваться, это услуга квалифицироваться по закону о защите прав потребителей, мы стали выигрывать у них суды. А это невыносимо. Вы обязаны нам деньги, потому что мы занимаемся этим, но мы вам ничего не должны, потому что мы не оказываем вам услуги. И вот рекламный бюджет с одного миллиона рублей срочно увеличен до 117 миллионов рублей. РСА дал эту информацию и теперь на 117 миллионов рублей будет проведена пиар-компания, объясняющая необходимость страхования. А на самом деле целевая аудитория это пиар-компания не мы с вами. Мы с вами прекрасно понимаем, что это налог. И мы с этого налога ничего не получим. На эти деньги будет попытка произвести впечатление на Государственную Думу в первую очередь. А откуда у РСА вместо одного миллиона 117? Правильно, из наших с вами денег. Это те самые деньги, которые у нас отобрали страховые компании, и они их отдают РСА для того, чтобы РСА рекламировала отъем дальнейших денег у нас. Это та самая веревка, за которую мы с вами платим на собственной казни. Вот это единственный, кто у нас дал по данному анекдоту конкретный ответ. Виселица за ваш счет, мыло за ваш счет, приговор суда за ваш счет, и, естественно, веревка за ваш счет. Причем, посмотрите, какая интересная картина. Страховщики воют по поводу того, что у нас нет денег, мы не можем на это пойти, мы разоримся, хотя 60 миллиардов мы себе в карман положили. Ну, это так, это же просто вы нам должны, это же наши деньги, это не ваши деньги. И когда вы приходите в страховую компанию, вам в последнее время, особенно в последнее время, предлагают и говорят, а давайте мы вам увеличим страховое покрытие до одного миллиона. Ну, вот сейчас мы по ОСАГе должны 160 тысяч, а давайте миллион. Хорошо, давайте, сколько это стоит? Это стоит тысячу рублей. Вы доплачиваете к страховому полюсу, к базовому тарифу тысячу рублей, и вы можете нанести ущерб тому самому несчастному третьему лицу на сумму в миллион. То есть на тысячу вам увеличивается страховое покрытие до миллиона. Но когда сейчас Минфин сказал, что вы обязаны 400 тысяч возмещать, то есть не миллион, а 400 тысяч в предел страхового возмещения, сколько они сказали? Они сказали, ну, знаете ли, это должно увеличить страховой тариф базовый на 70%, то есть не меньше, чем 1300 рублей. Почему, когда я добровольно прихожу и говорю, давайте, и я плачу тысячу рублей, и получаю за это миллион, а теперь, когда Минфин говорит, хоть 400 отдайте, они говорят, не меньше, чем 1300. Это как вот эта подлость называется? Вот это вот обычное наше бизнес-скотство, оно как квалифицируется? Никак, знаете ли, мы просто посчитали тарифы. Это вот так надо, это так полагается. И сейчас эти деньги, ведь 117 миллионов рублей, они уже выделены. Они сейчас пойдут в дело для того, чтобы Госдуме объяснить, насколько необходимо повысить страховые тарифы для того, чтобы собрать с нас еще больше денег на увеличение дальнейших страховых тарифов. Знаете, как у русских. Зачем вы сделали этот шагающий экскаватор, самый большой в мире? Чтобы добыть руду. А зачем вам столько руды? Чтобы построить еще один шагающий экскаватор. И страховые компании живут по этому самому принципу. Вы же нам должны? Так вы нам дайте в три конца, не спрашивайте. А веревка, конечно же, за ваш счет. Перерыв на новости. В Москве жарко, душно, тесно. Плюс 31 градус, 7 баллов. Телефон 65-10-996. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Как вам жарко, Игорь? Вы знаете, у меня вот галстник показывает в машине 39. А сегодня он показывал 35 с кеми, когда она стояла под забором. Замечательно. Наконец-то мы с вами согреемся. Ну, в общем-то, да. Вы знаете, лучше 2 раза спотеть, чем 1 раз покрыться инием. Согласен. Вот, вопросик у меня простой. Есть ли что-нибудь плохое в Шкоде Октавия Скаутс, кроме расхода бензина? У нее даже расход бензина не очень большой. Плохое у нее то, что ее очень тяжело достать. Она снята с производства год тому назад, поэтому товарные остатки нужно искать по регионам. Если найдете, хватайте штуки 2. Хватит надолго. То есть, в принципе, она найдет, что он вполне приличный. Никаких там заноз нет у нее. У нее занозы могут быть эксплуатационные, конструктивных нету. Тем более, она же избавлена от неприятностей под названием ДСГ. Она строго на ручке, а коробка у нее очень хорошая. Мотор у нее классный. Подвеска у нее сделана нормально. По кузову, по салону это одна из образцовых машин. Настолько удобно в ней ехать, настолько хорошо в ней, если что, хранить картошку мешками. Прелесть. И, понимаете, Игорь, вот каждый раз, когда меня спрашивают о том, каков скаут, я всегда говорю одно и то же. Я на этой машине от Улан-Удэ доехал до Владивостока по бездорожью. В те времена, когда товарищ Путин дорогу открыл, а дороги не существовало. И там был настоящий КМЛ-трофи. У нас в караване было 10 машин. Одна из них поперхнулась местным региональным топливом. И все. И не было других проблем у нас с этими машинами. Не отвалилась, не расшаталась, не высыпалась, не треснула, не убилась, не сломалась. Ну, на самом деле, машины хотел брать, конечно, не новую, а года два. Сейчас они есть в продаже еще. Такие свежие, достаточно тысяч по пятьдесят пробега. Игорь, они, конечно, есть, но, внимание, вопрос. А что такую классную машину-то продаем? Пся тысяча пробежала. Одна из лучших на планете Земля. А с чего? А не с того ли, что картером нечаянно булыжник зацепили на стройке? Ну, честно, так машин на вторичном счете очень мало. Топит и салфеды. Да, 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 да. К сожалению, именно так. Но, Игорь, вот это абсолютно правильное направление поиска. Имеет смысл поискать скаут. В конце концов, вы этот скаут можете найти на вторичном рынке Европы. Это не та машина, как Мерседес или БМВ, у которых спидометр будет всегда скручен обязательно. Здесь могут быть какие-то разные другие ситуации. Ну, вот есть такой один на вторичном рынке продавец, из Чехии, пардон. Да, есть, есть. Он же эти машины клянется, что они все без пробега по РФ, что он их притаскивает оттуда. Нет, там прямо есть там. Да. Там у него есть такая опция, из какого города вы хотите взять машину. Приезжайте, пожалуйста. Но их и там практически нет, к сожалению. Редкая машина. Но машина очень правильная, поэтому как только найдете, хватайте сразу. Тут даже если выяснится, что в ней, например, все плохо, то вылечить это все равно имеет смысл. Это один из тех немногих автомобилей, когда в него вкладываешь, получаешь, тем не менее, достойный результат. Максим, здравствуйте. Спасибо. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. У меня к вам... Алло. Да-да-да, я вас слушаю. Отлично. У меня к вам такой вопрос. Я сейчас езжу на замечательном автомобиле Smart. Ух ты. Да, покупался специально под город. Очень удобно, безумно классно. Ну, то есть, доволен до безумия. Вот. Но есть у меня любовь к путешествию по нашей стране, да, и Smart под эту задачу не очень подходит. Поэтому сейчас выбираю себе вторую машину. Определился, что это должен быть универсал класса, там, условно, D. А у меня просто до этого была Mazda тройка двухлитровая. И я вот этот вот Mazda взум-зум, я-то его как раз нашел. Везет. Поэтому я вот выбираю. Либо Mazda 6 в кузове универсал, но, к сожалению, это только вторичка, поскольку они в 2009 были сняты. Либо абсолютно неожиданно мне сейчас друзья предложили такую вещь, как Seat Exeo ST, которая в анамнезе в себя Audi A4, да, B7, вот, а 2 литра турбированный 200 сил. Вот у меня вопрос по этому двигателю. Это же TFSI в душе, да, насколько я понимаю? Этот движок может оказаться даже, этой же машине много лет, и мотор этот, по-моему, они были и такие, и такие. Потому что там же продольное расположение силового агрегата, непоперечное. А TFSI в основном они впихивали поперек. А этот продольный, он должен быть покороче, и вполне возможно, что это другой генерации двигатель. У них моторов было много. А ведь ваша машина же, скорее всего, из Европы, она вряд ли наша. Да, да. То есть у нас дилерских машин, у нас дилеры все передохнули. Exeo не было, да. Exeo не было. Нет, на самом деле, его привезли, но только седаном. К тому моменту, когда он появился универсалом, просто все дилеры уже скончались. Дрыгнули лапкой и перестали чем-то торговать. Машина достаточно загадочная. И путешествие по нашей стране на этом аппарате, ну, пока молодой, ничего. А когда что-то сломалось, вот тут уже хорошо, если вы поехали по нашей стране под названием Польша, Германия, Франция, Испания, там вы ее и починили. А когда вы поехали Барнаул, Аймекон, Притопавловск-Камчатский, шикарный получится памятник на обочине. Ну, это и понятно. Я просто к тому, что там же 90% деталей совместимы с Audi A4, да, насколько я знаю? Да, да. Или там все-таки есть свои приколы? Ну, по кузову, только по кузову немножко. А так, да, конечно, это Audi A4. И сдаётся мне, что там мотор может быть какой угодно. Потому что у них вот эта двушка турбированная, она была у них в нескольких поколениях, и всегда она по-разному называлась. Какая именно там, просто не знаю этого. Ну, а скажем так, а чего точно не брать? Вот если... Саму машину просто ещё не видел, да? Вот если там приду, посмотрю, что точно не брать. Ой, не знаю мы с вами чего не брать. Потому как вы же болячку-то не увидите, вы же не рентген. А так, по всему прочему, она будет напомаженная, чистенькая. Вы капот откроете, а там всё сиятельное. И подвеску качнули, шикарная. По колесу прошлись, люфтов нету, подшипник не стучит. Вроде бы здорово. А на самом деле, кто с ней, что с ней, неизвестно. Ну, она из знакомых рук, более-менее такая. Ну, более или менее. Тем более, всё равно Европа и европейская эксплуатация. Скажите, Максим, а сколько вы на смарте отъездили по Москве? А уже, сейчас скажу, ну, больше полугода. То есть, с прошлого ноября. Он у меня всю зиму ездил нормально, абсолютно. И как у вас устойчивость этой коробчонки? К ней надо привыкнуть. Она просто абсолютно другая относительно других машин. Но вот её размеры, они как бы скрывают все её недостатки. Да, понятно, что она там периодически хочет уйти в занос. Но там система АБС чуть-чуть помогает. Да, у неё очень короткая подвеска. За счёт этого лежачий полицейский, ну, скажем так, очень отчётливая. Да, и вообще машина жестковата. Но вот сам по себе автомобиль настолько гениально, замечательен, да, что я точно не готов с ним расставаться ради какой-то другой машины, даже там мини-куперю какого-нибудь. То есть, я готов купить себе вторую машину под какие-то задачи аресткие, да, но городская машина для меня это смарт абсолютно точно. А он у вас на роботе, по идее? Он, к сожалению, на роботе. Вот, это единственная, вот, единственный глобальный недостаток этой машины. Ну, и, естественно, плоское днище, да, он иногда очень любит в сугробы сесть, вот, если там рожу на проекте или ещё куда-то. Да, вот робот, хоть он и пятиступенчатый, но он настолько задумчивый, что он, там, у меня турбированный литровый, да, но вот вся динамика роботом, конечно, убивается. Да, потому что хуже, чем робот у него, наверное, робота нету больше ни у кого. Ну, я вот, единственное, не катался на Peugeot четверхступенчатом, да, но здесь, да, здесь с роботом всё очень печально. А вот то, что он заднеприводный, он вас в тупик не ставил хоть пару раз на скользкой дороге? На самом деле нет. То есть настолько здесь, насколько я понимаю, грамотно очень работает как раз АБС, она практически не даёт ему буксовать, вот, и, там, на хорошей дороге он абсолютно спокойно, там, на 80 вваливает по, там, 90 градусов поворот, нисколько не напрягаясь. Вот он так покачивается слегка из стороны в сторону, там, пассажиры иногда покрикивают, но я уже привык. А во множественном числе пассажиры, потому что их там помещается сколько? Рассчитанно на одного, фактически можно возить трёх, потому что задняя полка двигателя, ну, то есть там же двигатель сзади стоит, тоже как-то над задней осью, и получается такая небольшая полочка. Если переднее сиденье слегка сдвинуть вперёд, то сзади получается, ну, почти полноценное посадочное место. Вот, поэтому у меня с собой, там, пару подушечек на всякий случай лежат всегда, да, если надо увезти, там, двух-трёх людей, вот, они неплохо себя здесь чувствуют. Конечно, 100 километров они вряд ли выдержат, а так провести по городу до дома вполне. Особенно если они блондинки? Не принципиальные стоят. Ну, они просто более эмоциональные, а потом, как правило, добрее смотрят. Выжили и счастливы абсолютно. Какой расход топлива у вашего смарта? Тоже интересный момент, то есть тут зависит, как ехать, да, то есть в идеале самый маленький даже на турбине, а у меня был что-то типа 4,5 литра, а самый большой был 9. Вот, то есть здесь всё зависит исключительно от динамики самой езды. От вашего темперамента? Да, да, да. А с техобслуживанием вы к официальному дилеру или как? Официальный дилер, он стал в России официальным только год назад, да, то есть Мерседес начал их таскать, и, соответственно, туда езжут только в том случае, если надо сделать какую-то очень сложную операцию, которую гаражные сервисы не могут заделать. Ну, там типа прошивки коробки, это тоже стандартная беда на последнем кузове, да, то, что там сцепление очень быстро приказывает долго жить, надо перепрошивать коробку. Вот, то есть прошить по коробке может только официальный дилер, да. В остальном в Москве есть там 3-4 сервиса, которые давно этим занимаются. Там в Москве сейчас, по нашим подсчетам, смарт-клуба около тысячи машин подобных либо других смартов, да, и проблем с обслуживанием в принципе нет. И там вот по, не сподобно, скажем так, не самой популярности этой машины, по ценнику обслуживания она дешевле, чем та же Mazda 3. Ну, японцы, они все-таки настоящее японское качество, поэтому это же не сводч, который у вас, сводч, он всегда дешевле, это правильно. Даже логика есть. А зимой тепло в этой машине? Да, абсолютно, то есть она достаточно быстро прогревается, ну, плюс у меня вебаста. Ух, она инсталлирована была еще там или уже здесь? Да, еще из Германии. Ну, собственно, когда я заказывал машину, я, как обязательное условие покупки, поставил зимний пакет, то есть это подогрев сидений, подогрева зевкал мне не досталось, потому что они у меня с ручной регулировкой, вот, и вебаста. Замечательно. Ну, получается очень действительно удачный автомобиль, но здесь, судя по всему, еще, Максим, вы привносите какие-то плюсы в этот автомобиль, потому что вы его явно любите. Да, безусловно. И, по-моему, он... Ну, это была мечта трех лет жизни, да, я, собственно, хотел мечту, купил мечту, и вот... И ваш смартик об этом знает, что вы его любите. Ну, догадывается. Ну, по всему понятно, что у вас с ним сложились отношения, потому как иногда, конечно, он 9 литров от вас требует, но во всем остальном он лапочка. Ведь машина неустойчивая, и очень многие жалуются на то, что у него пришлось зажать подвеску для того, чтобы он не ковыркался, и это осложняет жизнь. А вы очень правильно сказали, к нему надо привыкнуть, а после этого уже действительно на нем просто нормально и хорошо. Максим, спасибо за замечательный рассказ. Новости. Телефон программы «Экипаж» 6510996. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Это мой дебют. Вопрос у меня простой. Пытаешь для себя сравнить два седана класса D, S60 и BMW F30 320. Алло. Да-да-да. Аркадий, вы как раз являетесь той целевой аудиторией, удобрять которую фирма Volvo пыталась все годы своего премиального самозванства. Вот как только компания Ford заявила, что Volvo это премиум, она тут же начала выстраивать вот эту логическую схему, в результате которой часть людей с доверием, относящаяся к подобным усилиям бренда, начинает полагать, что и то, и другое где-то как-то ровнее. Хотя, в принципе, по конструкции эти машины реально неплохо сделаны. То есть S60 и 320 BMW, то есть Volvo и BMW. Volvo вот в данный момент, она пребывает в восторге. То, что позвонил Аркадий и сравнил напрямую Volvo и BMW, это шикарно. Это результат их 10-летних вложений в рекламу и пиар. Так они не должны, наверное. Учитывая, что Volvo, да, впрочем, как и все официальные бренды в нашей стране, в основном автомобили продают по схемам, укладывающимся в квалификацию статей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вряд ли вы с них что-нибудь получите. 60-ка современная, это очень неплохой автомобиль, она продолжает великолепную традицию предыдущей 60-ки. У нее дверей 4, а посадочных мест у нее 2. Вот для людей, сидящих спереди, это очень хорошая машина. Для людей, сидящих сзади, это скотовоз. BMW в этом отношении лояльней. Сравнивать 320-ю с 60-кой, на мой субъективный взгляд, не совсем правильно, но так или иначе, задний привод, достойный кузов и весьма посредственная инженерия, потому что F30-ка, это машина, такой же точно конструктор, как любая другая средненькая машинка, средненького бренда. И разваливается она точно так же. В дребезге и пополам. У нее плохой мотор, вернее, у нее так, у нее плохие моторы, плохие коробки и плохие подвески. И все это живет недолго. И только за счет клиента. В этом отношении 60-ка выигрывает. Но в 60-ке, кроме переднего привода и водительского места, все остальное не очень удобно. Хотя живет лучше. У BMW, у нее все четыре места достойные, а, что называется, общий ресурс сильно проигрывает Вольфовскому. Вот тут поэтому вы оказываетесь между двумя не лучшими берегами. К какому берегу вас не прибьет, там все равно вас ждет пальма, катка и ожидания команды спасателей. Скажите, а как складываются отношения с дилерами, как правило? С дилерами плохо, потому что вот все премиальные, вы покупаете, например, 60-ку. Новую в салоне. И вам кажется, что вы купили классную машину. Вы приходите, а там стоит менеджер зарплаты в 15 тысяч. Он на вас смотрит злыми глазами, как солдат на ВОЖ. И на че? Дешевку купил. Купил бы 80-ку. Я бы с тобой как с человеком. Приходите к BMW. У вас трешечка. Он на вас смотрит и говорит, тоже мне лимита приперлась. Я бы семерочка, я бы с тобой. И этот парадокс, он, к сожалению, не искренним никак. Это отношение плебея к человеку, который заведомо более состоятельный и респектабелен. Но он ни в коем случае не даст вам почувствовать себя в хозяинном положении. Тем более, знаете, сколько отзывных компаний по этим машинам будет от вас скрыто, вы даже не догадаетесь. То есть, сколько раз вас официальная дилерская сеть кинет, вы узнаете только, когда будете машину продавать и запросите полную, например, технологическую карту обслуживания вашего транспортного средства. При этом, вы в метро помните, какая вот эта жуткая реклама висит? Да, да, да. Выбор однозначен. 2013 рубль в час. Да, да. Вот BMW, они прекрасно совершенно роют себе могилу за свои деньги. Они объясняют всем тем людям, которые из метро пытаются вырваться за руль автомобиля, что BMW, это не просто зверски дорого, это очуметь, как зверски дорого. И вот сейчас, вот уже второй год продолжается эта рекламная кампания. BMW всеми силами роют себе яму, объясняя, что ни в коем случае не суйся к нам. Мы тебя обдерем как липку, потому что наш сертифицированный слесарь в сертифицированных перчатках сертифицированно откроет сертифицированный капот и уже за это ты дорогой заплатишь нам. А там ведь написано 2013 рублей на старые машины старше трех лет. То есть ты купил рухлядь на вторичном рынке, приперся к дилеру, почувствовав себя белым человеком, тебя вытряхнули из штанов и еще сказали, купил бы семерочку, мы бы побазарили, а так что тут. Поэтому дилерская сеть к сожалению так себе. Я ищу есть куда расти что у одного бренда, что у другого бренда. Вы в восторге? У вас Да настроение, конечно, используется. Вы хотите себе приличную машину из хороших рук. И эти хорошие руки, они сильно недоедают в последнее время. У нас кризис такой на рынке, у нас до такой степени плохо все, что это в первую очередь сказывается на зарплате персонала, после чего люди теряют мотивацию к труду. Они и раньше-то не очень любили работать, а сейчас им совсем противно стало. Бывают, конечно, исключения, пару исключений знаю, но все остальные 98% не в их пользу. Но если вы хотите именно Вольво, в принципе, вы можете, что BMW, что Вольво, они покупаются по одной и той же схеме. Вы приходите к первому попавшемуся дилеру, выгрызаете из него скидку в полпроцента, подписываете с ним договор, вносите предоплату порядка 10 тысяч рублей. Берете этот договор и идете к другому дилеру. Показываете и говорите, смотрите, здесь 0,5%, процент даешь, дилер долго говорит, что это невозможно, потом он вам дает этот процент. Либо предлагает какие-то выгодные условия страхования, еще что-то. Если вам это нравится, вы подписываете второй договор, а первый расторгаете. Потом берете этот второй договор и идете к третьему дилеру и говорите, видите, вон ваш конкурент, смотрите, как передо мной прогнулся. И третий дилер понимает, что у него нет продаж. А вот клиент с деньгами, он говорит, ну черт с тобой, на тебе еще чего-то, либо скидку, либо какие-то преференции. Вы подписываете и с ним договор. Второй расторгаете, при том, удерживать деньги с вас не имеют права, потому что они не оказывают финансовых услуг, они не являются игроками финансового рынка, они обязаны вам вернуть деньги. Если они их не возвращают, это и есть мошенничество. 159 часть 1. И вот так вот вы ходите по дилерской сети до тех пор, пока вас не устроит сила прогиба. У четвертого, пятого дилера вы покупаете машину. Вот у Вольво до недавнего времени этот вариант давал возможность купить машину ниже закупочной. То есть по инвойсу, грубо говоря, она стоит 50 тысяч евро, а вы ее берете за 45, потому что вы реальный клиент. И вот эту разницу в 5 тысяч евро дилер Вольво получал в виде бонуса от представительства. То есть он потерял вроде бы пятерку на вас, но он выполнил план. А за выполнение плана ему полагается бонус до 18%. Поэтому он в выигрыше. А у вас машина ниже себестоимости. С дилером BMW выкрутить ему руки это ваша святая обязанность. Вы можете выиграть точно так же у него. Вот так выглядит наш парадоксальный рынок. Ну что, спасибо. Спасибо. Успехов в борьбе, Аркадий. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я рад, что вы дождались. Да, дождался. Вот два месяца вас слушаю регулярно, звоню, но первый раз дозвонился. С дебютом. Вот, спасибо. Вот выбираю кроссовер, как раз это время около двух месяцев. Посмотрел разные, но вот склоняюсь либо Тигуан, либо Сувару Форестер. У Тигуана 170 сил, автомат, понравилась шустрость такая какая-то, и звукоизоляция, плавность хода. А Сувару Форестер такой вот этого года, 13-го, и салончик большой, и багажничек большой, и комфорт хороший. Вот, но мне показалось, там шумка похуже, динамика похуже. Вот, что вы мне посоветуете? У Форестера 13-го года у него произошло преображение, он реально стал лучше, чем его предшественник, и у него очень хорошая настройка подвески. Он позволяет ехать там, где, в общем-то, макары с телятами встречаются редко. И он позволяет, что называется, дубасить по нашему русскому проселку, но у него очень серьезная проблема, когда вы берете двухлитровый атмосферник с вариатором, эта композиция, она очень хороша в качестве экибаны на лужайке перед домом, поскольку оно не едет никуда. А вот, если вы берете 2.0 турбо, вот тогда это стоит, ну, всего лишь миллион семьсот. Но это дороговато, честно говоря, в сравнении с Тигуаном-то. Да, да, и вот тут вы понимаете, что вас сильно обманули, потому что 2.0 турбо едет, едет хорошо, и вариатор поспевает. Здесь нету антагонизма, обычно вариатор, он диктует какие-то свои условия. Здесь все нормально, альянс, летим, полет нормальный, буйраков не замечаем, шумоизоляция нас не пугает, салон вполне приемлемый. Машина получилась, лимон семьсот, а лимон семьсот, это, извините, уже Туарек. Да, ну, извините, а если на механике взять Форестер? С 2.0? Да, можно 2.0, я думаю, да. Да, то есть, вот этот плохой мотор 2.0, его можно пытаться подпереть веслом в спину. За свои деньги, да еще так мучатся. Я понял. Только если, Дмитрий, если у вас как в характере есть вот эта вот стойкость, переходящая в русский пофигизм, когда вы думаете, ну, зато настоящее японское качество и в запой. Тогда да. А если ездить, то Тигуан турбированный, а тем более, кстати, 170 лошадей, а у него есть еще прошивка на 200 лошадей. Да, да. А можно купить 170 и его же прошить на 200, а на 200 он молодцом, но у Тигуана, вы помните, наверное, у него проблемы с тормозами, у него АБС. Причем в крайнем номере авторевью, там очень грамотно, ребята молодцы, они взяли и добились этого дефекта, воспроизводимости этого дефекта в условиях полигона. И очень нежно, как полагается, с 41-го года немцев носом ткнули в эту проблему. И немцы подавились ею и уехали думать к себе в Германию. Но вот этой проблемы с АБСом нету на тех комплектациях, где у вас существует такая приятная оффроудная добавка, как спуск с горы. Все, понял. Поэтому берите вот с этим пакетом, там специальная кнопочка рядом с рычагом КПП, спуск с горы, и все. И вот как только вы включаете вот этот режим, то есть это одна из версий прошивок алгоритма, позволяющего смягчать все реакции, и все те, кто пользовался вот этим комплектом, как только на кнопочку нажал, все, проблемы отпали, тормоза работают, адекватность, полная, ну а дальше хотите дизель, хотите бензин, хотите 170, от Чапутия до 200, Тигуан, он чем хорош? Он все-таки несет в себе вот этот нормальный немецкий подход к тому, что вещь должна быть удобная. Если японцы мечутся, они смотрят своими слегка зауженными глазами на мир. Мы не понимаем, как эти европейцы, как можно не пить саке, теплый, мы не понимаем, как можно не смотреть на кирпич 24 часа в сутки, это же такой восторг. Вот смотришь на кирпич и обалдеть, как здорово, вот мы любим, например, сад камней, а европейцы не любят. Эта разница менталитетов, она не позволяет японцам понять, что нужно этим пучеглазам. Мы же для них пучеглазы, они для нас ручкоглазы. Вот эта разница миров, она до сих пор никак не найдет своего переводчика, адаптера нету. У немцев все просто, немцы понимают, что нам здорово, то русскому смерть, и наоборот, так и живем. Как приятно в предвкушении покупки нового автомобиля. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Вопросик два по Рено Логан, ой, не Логан, а Дастер. Будет ли с автоматом полный приз? Будет к концу года, но они что-то запнулись. Они собирались тряпкой махнуть радостно ура, ура, сейчас будет, а сейчас они очень аккуратно говорят да, знаете, будет, да, будет автомат, но на самом деле к концу года поклялись, что будет. То есть можно будет подождать и потом попробовать. Да, 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 потому что есть надежда, то есть с одной стороны эта машина может получиться полным то есть таким дополнением к Ашкаю, но при этом Дастер, он повыше по дорожному просвету, посмотрим, как они и что они сделают по конструкции, потому что у Дастера много примечательных деталей и оставайтесь, мы после новостей с вами продолжим. Насколько я понимаю, у нас Сергей остался на связи с не до конца заданным вопросом. Сергей, ну просто действительно Дастер рассматривал в качестве альтернативы Chevrolet Nib, потому что на 300 километров ездить на Ниве тяжеловато, а на Дастере все-таки получше. Конечно. На рыбалку. Да, на Дастере реально хорошо ехать. Я, например, за один присест не разгибаясь долетел до Архангельска 1200 километров, ну никаких проблем. Гуманная машина. То есть спина не болит. И спина не болит, и голова тоже. Да. Второй вопрос. Нюанс такой. Жили спокойно в Московской области, это подольский район был. Теперь стала новая Москва. И стал вопрос, а нужно ли перерегистрировать автомобиль, потому что регистрация была по месту жительства у нас, по закону тут посмотрел. Да, так у вас место жительства не изменилось? У вас статус изменился? Так у нас регион изменился. То есть субъект Российской Федерации изменился. В Московской области стала Москва. Москва это другой субъект Российской Федерации. По закону должен менять регистрацию автомобиля. То есть вы должны пойти и получить в паспорт заветный штамп Москва? Да, только если я его получу, мне еще параллельно кучу документов придется менять. И везде пока, ну то есть менять там и на работе, и у меня там охотник оружия есть, менять надо. Все, то есть вот такая заветка, то есть такое нам доброе дело нам сделали, что вообще очень здорово. Ну вот насчет машины или так оставить? Сергей, пока, конечно, так оставьте, потому что тут есть несколько вариантов. Во-первых, пока еще не существует за это санкции, что называется, никого не взяли. Во-вторых, все-таки есть надежда, что это безумие скоро закончится, потому как искусственное придумывание новых границ Москвы имени Собянина, оно, мягко говоря, конечное. И не так однозначно все это. Оно может скоро закончиться. Причем... Я понял, Сергей, еще вопрос. Страхование ОСАГ, любимое. Меня стали тут уверять в рессе гарантия, что коэффициенты мы будем смотреть по вашей прописке. То есть, что вы сейчас стали Москва, а то, что у вас машина зарегистрирована в Московской области, а там коэффициент ниже, соответственно. это нам ничего для нас это не играет. Ну, потом, я показал, что у меня в паспорте штампика нету, что у меня Московская область, вот она не только... Согласен. Ну, говорит, вы же будете менять прописку? Где я буду-то? Я же по факту сейчас беру ОСАГ у вас. Мы со своим городом Подольском пока никуда не переезжали, ни в какую вашу Москву. Поэтому, да, ну, естественно, задача страховой компании вас все-таки ограбить, они же именно для этого страховщиками. То есть пока, вот пока, я бы не ходил никуда, не делал бы ничего, но интересно, потому что, в принципе, вам сейчас должны выкрутить руки везде и во всем, по всем видам тарифов, по всем видам обслуживания. Нет, Сергей, так все-таки ОСАГ выписывается по месту регистрации автомобиля или по месту жительства, по прописке. Для чего тогда московские фирмы регистрируют там автомобили и, не знаю, ну, там где-нибудь в Тюменинской области? Где тарифы пониже? Да, да. Все-таки, как по закону, то есть у страховщиков, по месту регистрации остановили или по месту прописки? У нас, поскольку это симбиоз человека и машины, то, в принципе, и так, и так, но на самом деле по месту вашего фактического проживания, то есть по месту регистрации вас как физического лица. Да, ну, соответственно, я по месту жительства я регистрации меня как физического лица, я регистрирую автомобиль, и на основании этого то есть как бы здесь совпадает. А сейчас получился такой вот разрыв, то ли Москва, то ли Московскую область. Поэтому ищите ту страховую компанию, которая вам спокойно выдаст этот полис, не вдаваясь в данные подробности. Ведь у нас все-таки ОСАГО, это же обычный развод на деньги. Это охлог. Да, да, просто вот я на днях буквально искал себе, мне нужно было срочно, у меня одна из машин, она очень редко используемая. Подошел срок, надо было. Я по интернету в воскресенье нашел, кто готов, в соседнем доме выяснилось, что сидит какой-то страховщик, причем было очень смешно. Выходит парень, у них офиса нет, они занимаются обслуживанием на улице. Меня это полностью устраивает, потому что мне какая разница? И выходит человек и говорит, ну это страхование. А я не расслышал, как вы сказали, гоблин страхование? Он говорит, нет, вы что, удобное страхование? Я говорю, жаль, я-то подумал, наконец-то кто-то честно назвался. Знаете, гоблин страхование. Я с удовольствием. И он никаких вопросов не задавал. Ну, у меня просто в одной компании страхуюсь и Каска, и ОСАГО, поэтому в КУПе у меня как бы дешевле получается все-таки у одних брать. Но все-таки я как бы выкрутил руки, что сказал, что ничего подобного, машины Московской области, эфициент пониженный. Да, а на самом деле вот эта коллизия, она нам всем еще боком выйдет, потому что все-таки у них же задача не столько развивать этот регион, сколько обобрать людей, живущих в этом регионе. Поэтому, да, увы, к сожалению, через какое-то время они спохватятся, что очень много людей до сих пор живет по старым тарифам. А номеров на всех не хватит, они же не могут. Вот сейчас вводят, вы видели объявление о том, что у нас новый код города появляется, семерка в Москве. И сейчас будет код Москвы 777. Это какой будет всплеск коррупции? Сколько народу мечтает купить себе номер 3 семерки там и 3 семерки здесь? Ой! Придумали еще одну семерку, чтобы закон о продаже госномеров начал работать? Это что по новому кругу пошло? Закона о продаже госномеров у нас нет, а спекуляция в отделе продаж ГАИ как была, так и осталась. Ведь уже давно понятно, что система неправильная, три цифры нам не хватает. Но никто ни в коем случае не вводит четвертую цифру в основное тело номера. Все держатся за код региона, потому что знают кому и как что продать. Молодцы, просто они не хотят этот бизнес всерьез рушить. Алексей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Вот мне тут приглянулось Chevrolet Camaro. Наконец-то! Вот это приглянулось, так приглянулось. Да. Вот хотел услышать ваше мнение. Они только недавно у нас стали продаваться. Да. Как вот какие-нибудь подводные камни могут быть? Еще такой нюанс, думаю, вот из Америки, если пригнать. Вот. Какую-нибудь двухлетнюю. Ну так, конечно, чтобы проверять по полной программе ее. Чтобы не утопленник никакой был. Вот. Как вообще? Ну, Алексей, ваше мнение. Вы же берете машину мечты. Вы же берете понтомобиль и если вы по какой-то причине не женат или если у вас не хватает девушек по количеству семь штук на одну неделю, то этот вопрос будет решен кардинально благодаря вашему автомобилю. Даже если он у вас так не стоял. И какая это будет машина? Три, шесть, шесть и два. Это абсолютно неважно. Конечно, шесть и два по задоре не будет. Ну, правда, и по налогу покруче. Да. Американец, который берет эту машину, он на самом деле берет для тех же самых целей, для которых берете ее вы. Он на ней особо гонять не будет. Поэтому машину с вывернутым наизнанку организмом, скорее всего, вы в Америке в качестве граблей не купите. но, конечно, шесть и два лучше. И при всем при том, хороший автомобиль, но американцы, они очень любят стрелять по прямой и вкладываются вот в это, в стабилизацию, поперечную устойчивость, в динамику разгонную, в динамику тормозную. Но если вы валите на Рубь 40 в поворот, знаете, эта машина вас разочарует. Но вы просто этого не делаете. Потому что во всем остальном, во всем остальном, ну, вы же не случайно обратили именно на нее внимание. Хотя, Алексей, если вы возьмете ее из Америки, вы с таким же успехом можете взять там Мустанга. Мустанг точно такой же редкий зверь на наших дорогах. И ничуть не менее понтомобиль. Ну, как тебе показалось, он чуть поменьше. Я точные цифры не смотрел. Что тот двухместный, что этот двухместный. А, то есть на заднее сидение не рассчитывать. Положить ее можно, а посадить не получится. Ага. Но ехать будет увлекательно на каждом из них. Это машина для того, чтобы покрасоваться, для того, чтобы насладиться. Алексей, это очень правильный путь. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Сергей. Я рад послышать. У меня такой вопрос. Я хотел бы купить тебе машину Мерседес. Так. Какая разница между CLS и E-классом? А вы в чем подозреваете CLS-ку? В том, что она не на этой платформе сделанная? Нет, я просто хочу дизельную машину с двигателем 3.2. Вы хотите CLS? CLS, да. То есть того самого красавца со слегка припущенным кузовом, который имитирует из себя якобы купе, хотя купе четырехдверным не бывает по определению. Ну, да, он как-то мне даже больше S-классом кажется. Ну, все-таки да. Машина такая, что называется, визуальная. То есть, от E-шки она не отличается ничем. Вот совсем. Ценой. Да, только ценой, потому что из одного сделали другое, ну, так, чтобы оно было как-то, что называется, посимпатичнее. Когда E-шка приедается, тогда народ идет и покупает CLS-ку, потому что она выглядит немножко необычно. По сути своей, ну, в общем, одно и то же. И как все... Скажите, да? А если ездить на длинной дистанции, я просто хочу дизельную машину именно для того, чтобы ездить далеко. Все-таки CLS или E? Смотря какой E. У CLS-а заведомо понятно, что вы не нарветесь на бывшую такси. А у E-шки вероятность того, что вот особенно если вы возьмете себе E-шку 220-ю, CDI-ку, эта машина будет из такси. Хотя вам все скажут, что это не так, но она будет из такси. То есть у нее пробег будет там 600-700 тысяч. И на дальние дистанции, ну, на какие-то дальние дистанции ее хватит. CLS-ка, она будет точно не из такси. И у нее пробег будет, конечно, ну, даже если скручен, то не очень сильно. То есть, если вы берете машину, например, с вторичного рынка Германии, то в Германии не бывает на вторичном рынке машины, у которой пробег меньше 100 тысяч. 120-150. Но у нас эти же машины имеют пробег 50 тысяч, 70 тысяч. Я говорю о немецкой машине. Да, то есть она должна быть оттуда. CLS-ка будет совершенно конкретно не такси. А Е-шка, если вы хотите дизельную, то только не берите 220-ку. Берите какую-нибудь вот 320-е. Извините, такой вопрос по CLS-у. А есть какая-то разница, например, 6-го это года машина, 2006-го или 10-го? Ну, там, я имею в виду в электронике, там и что-то такое. Насколько я помню, вот этот тяжкий и скрытый от нас с вами труд по улучшению конструкции не заканчивается никогда. И именно поэтому любая запчасть всегда сопровождается ВИН-кодом. Потому что модельный год, что называется, один, машины одинаковые, начинка разная. А у вас, у CLS-ки, вот со вторичного рынка, немцы, они никогда не оставляют в покое любимый Мерседес. Они в обязательном порядке его тихонечко тюнингуют. То подвесочку подзажмут, то в коллекторе что-нибудь хитрого добавят, то в электронику прошьют что-нибудь свеженькое. Это говорит о том, что чем свежее машина модельного года, имеется в виду, а если модель осталась та же самая, то есть, например, она лучше. То есть, например, десятый год лучше шестого, если это одна и та же модель. Да, десятый год лучше шестого, но даже он все равно будет слегка тюнингованный. Немцы в этом отношении ребят фанатичные. Они машину покупают, и вот на вторичном рынке только очень непосвященный человек делает вывод, что они все одинаковые. На самом деле, двух одинаковых мерседесов у немцев на вторичном рынке не бывает, потому что каждый хозяин обязательно добавил туда небольшой процент индивидуальности. В основном, что по подвеске, по рулю, либо по прошивке. Все, до понедельника.